Может ли обычный предмет мебели иметь множество значений? Предлагаю вам пройти интересный психологический тест «Пустое кресло», который многое расскажет о закоулках вашего подсознания. Этот тест – быстрый способ вызвать ваши глубинные эмоции и образы тех, кто встречался на вашем жизненном пути. А теперь ответьте на вопрос, кого бы вы хотели увидеть в пустом кресле? Есть шесть вариантов – вашего бывшего или бывшую, близкого друга, умершего близкого, питомца, никого или себя. Делайте выбор инстинктивно, не задумываясь слишком долго над выбором. Итак, если вы выбрали своего бывшего партнера, то это означает то, что у вас накопилось очень много стресса и злости. Возможно, вы переживаете непростой период, обижены на окружающих или другие люди вызывают у вас раздражение. Освободитесь от этой энергии, занявшись спортом, танцами или просто чаще гуляйте. Помните о том, что так не будет длиться вечно, и из облаков снова покажется солнце. Если вы выбрали своего близкого друга, то вы спокойны и находитесь в ладу с самим собой. Сейчас в вашей жизни все идет своим чередом. Вы довольны собой и своей жизнью. Несмотря на появляющиеся новости, препятствия и мелкие неурядицы, вы невозмутимы и не теряете самообладание. Если что-то пойдет не так или вы столкнетесь с проблемами, вы знаете, что можете рассчитывать на близких людей. Если вы выбрали близкого человека, которого уже нет в живых, то это означает то, что в этот период жизни вы переживаете некую подавленность и вам грустно. Разочарования и трудности заставили вас потерять желание сближаться с другими. Вы утратили интерес ко многим вещам, которые раньше приносили вам радость, и живете довольно пассивно. Не стоит ждать. Находите простые вещи, которые доставляют вам удовольствие. Вспомните то, что еще совсем недавно радовало и увлекало вас, и вы начнете сдвигаться с мертвой точки. Вы выбрали питомца? Это значит, что в данный момент жизни вас одолевают какие-то тревоги или страхи, которые могут отражаться на вашем физическом состоянии. Вы очень чувствительны к происходящему. Эмоции могут легко переполнять вас, из-за чего вы можете болеть. Сделайте перерыв, выделите время на отдых, сосредоточьтесь на положительных и радостных мыслях. Вы увидите, как ваше внутреннее состояние меняет ваше тело и помогает вам лучше справляться с недугами. Если вы никого не выбрали, то это значит, что вы переживаете сложный период в отношениях, возможно, потеряв какую-то стабильность. Вам сложно доверять другим, вы боитесь быть отвергнутым или того, что вас оставят. В глубине души вы чувствуете неуверенность, потому что подсознательно боитесь новых разочарований. Пришло время подумать о себе, найти то, что доставляет вам радость, и вы сможете восстановить свою самооценку. Вы выбрали себя? Что ж, это говорит о том, что вы сосредоточены на себе и предпочитаете отдалиться от других людей. Вы стремитесь к спокойствию, но сможете достичь полного умиротворения, только когда научитесь справляться с трудностями независимо и в одиночку. Одиночество не тяготит вас. Вы не привыкли открывать другим свои эмоции, уделяя большую часть времени работе или ни к чему не обязывающим отношениям. Попробуйте построить настоящую связь с друзьями или своим партнером. Совместная жизнь не обязательно означает скуку. Хочешь узнавать себя? Тогда поддержи мой канал лайком и подпиской. Также не забудь поделиться в комментариях своим результатом, мне будет интересно его узнать. Ну а у меня все на сегодня желаю всем удачи, пока-пока.